На приехавшую съемочную группу ребята особо и не обратили внимания, кроме пятилетнего Дани. Ему было невероятно интересно, кто же это к ним пришел. Ребятишки этого детского сада вообще очень общительны. Я пришла в детский сад 1 сентября. Когда я пришла, ко мне подошла маленькая девочка Лиза и спросила, она хотела со мной подружиться. Я его полюбила и стала в него ходить. Мы здесь изучаем знаки. Занятия по правилам дорожного движения для ребят проходят в специальном классе, в который приобретено интерактивное оборудование. Необычный класс нам подарили уже депутаты нашего Ленинского района. Мы благодарны, конечно, за такой подарок, потому что дети живут в этой новой интерактивной среде. Им это знакомо, им это интересно. А наша главная задача, конечно, создавать все условия для того, чтобы дети развивались и дети чувствовали себя в нашем образовательном учреждении как дома. Помещение детского сада, открытое 1 сентября, вместило в себя только 30 детей. И было недостаточно. Да и детей надо было разделить по возрасту. И вот в начале декабря состоялось открытие еще одной группы. У нас радостные события в нашем поселении. Мы открыли вторую группу детского садика при Измайловской школе. Первую группу открывали 1 сентября. Сейчас вот депутаты наши выделили, одобрили выделение денежных средств на вторую группу. Раньше была проблема, людям приходилось делать прописку московскую для того, чтобы в Бирюлево возить детей. Но теперь вот у нас такое радостное событие. Поздравляю всех наших жителей. Детский сад для нас, конечно, это выстраданный. Мы очень долго его хотели. Мы пришли, это было, по-моему, в прошлом году, да, пришли к главе вместе с детками. Мы сказали, что если вы нам детский сад не предоставите, детки наши будут у вас, в детском, в вашем кабинете находиться. Я от лица всех мам, конечно, выражаю очень большую благодарность, потому что вот у меня двое детей. И у меня было две проблемы, что мы не могли ходить в детский сад, и очень было тяжело. И сейчас вот открыли старшую группу, у меня сын старший, младшую группу, дочь младшую. Это очень облегчение для всех мам. В детском саду при Измаловской школе современная мебель, много игрушек. Занятия проходят по программе дошкольного образования. Ребятишки уже начали готовиться к Новому году. Что я поеду, Дед Моёс, милопьёсик, 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 шой поеду, восемь дней. Он по бою приходит, Юльке бусы на еди. Эту ночь под Новый год ребятами снищет. Открытие детского сада в Булатниковском сельском поселении – очень важный подарок. Как для малышей, так и их родителей. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.